С днём рождения меня! Кушайте, гости дорогие, я угощаю! Этот день настал! Мой день рождения! Сюрприз! Пусть даже я приготовил его себе сам. Мой праздник в моих руках. Я сам украшу себя и свою вечеринку на одного. Где моя коробка для вечеринок? Так, этот колпачок уже сосарился. Мне нужен вечный колпак, который не порвётся. А вот и он. На картонной втулке от бумажных полотенец рисуем разметку колпака. Вырезаем. Сворачиваем и склеиваем колпачок. Покрываем клеем. И обильно посыпаем глиттером. Приклеиваем наклейку. И крепим резинку. Это самый надёжный колпачок. Он состарится вместе со мной. А теперь время для шариков. Ни одна вечеринка не может обойтись без воздушных шариков. О, здесь у меня собралась отлично. О, здесь у меня компания из шариков. Но им не хватает человечности. Приклею на шарики лица моих друзей. Ну вот, теперь я не один. Все мои воздушные друзья со мной. Сауфи. Вы отлично смотритесь в кадре, ребята. На свой день рождения Шон отправится в парк аттракционов. Сначала он съедет с самых крутых американских горок. Вау! Как хорошо, что сейчас можно кататься на горках, не выходя из дома. Безопасный экстрим. Затем он попрыгает на батуте. Желательно при этом не сломать кровать. А потом он отправится к игровому автомату, чтобы вытащить себе самый классный подарок на день рождения. Из плотного картона вырезаем полоски. Отмеряем отрезки по 4 сантиметра. Изгибаем полоски по линиям. На каждом сгибе ставим точку термоклея. И приклеиваем разрезанную канцелярскую резинку. Декорируем металлизированной бумагой. Подрезаем один край. Коктейльную трубочку разрезаем на части. И приклеиваем отрезки на обратную сторону. Продеваем в трубочке веревку. И фиксируем клеем в начале. Картонную втулку обклеиваем металлизированной бумагой. Приготовим два кольца разного диаметра. В большем кольце подрезаем серединку. И приклеиваем ее внутрь втулки. Клеим на круг картонные пальцы. И фиксируем их меньшим кольцом. Нити из пальцев протягиваем через втулку. Ну же, еще чуть-чуть. Давай, левее. Глупый автомат. Ну же, я хочу получить этот рулончик. Ну хватай. Давай. Есть, я победил. Рози решила сама поздравить себя с днем рождения. Нужно заказать доставку цветов себе на дом. И быстро вставить карточку с поздравлением. Подожди минутку, доставщик. Что? Кто-то звонит в дверь. О, это доставка цветов. Этот букет мне? Какая неожиданность. Поздравление с днем рождения. Как приятно. Это лучший день рождения в жизни. Съемка окончена. Держи деньги, приятель. Брюс одиноко грустит в свой день рождения. Но ровно до тех пор, пока не позвонили его друзья. Привет, у меня здесь фантастическая вещевинка. Да, все супер. Вот, послушай, я зависаю на полную. Что? Ничего не слышно? Все, не могу говорить. Меня зовут Пака. Звонок окончен. Можно выключать телевизор. И тоска вернулась. Привет, депрессия. Тоскливый день рождения? Не сегодня. Я приглашу самых классных людей на праздник. Вот мой первый гость. Этот кругляш рад меня видеть. А теперь позвоню своим парням. Обожаю этих ребят. А теперь фотографирую, как они поздравляют меня по видеосвязи. Ну как вам моя компания? Отличные друзья. Это реально, что это всего лишь калаш из фотографий их прямых эфиров. Но в день рождения можно и помечтать. На праздничное чайпитие к Шону никто не пришел. Как тоскливо. Не время для грусти, приятель. Ведь здесь я, твоя правая рука. Я твоя лучшая подружка. И знаю тебя всю жизнь. Ты что, забыл, как мы близки? Я знаю все, что ты делаешь. А вот и новый гость. Моя левая рука. Привет, Шонни. Ты не ждала, я пришла. Давайте устроим настоящее веселье. Шон празднует день рождения в кругу самых близких. Они никогда не подведут. Мы любим тебя, Шон. Ты лучший. Энди уже представляет свой праздничный завтрак в честь дня рождения. Мясная симфония. А на десерт тортик. И закусить сосиской. Мечта. Это лучший завтрак. К сожалению, в реальности мой завтрак не такой праздничный. В холодильнике остался только одинокий кетчуп. Лучший способ отпраздновать свой день рождения – это пригласить своих лучших подружек. Хотите услышать мою песню? Ну, как всегда. Обожаю вас, девчонки. Вот они, мои самые преданные подружки. Мои коленки. Зажигаем. Кто-то стучит. Наверняка, этот друг все-таки пришел лично поздравить меня с днем рождения. Заходи скорее, Шон. Я уже приготовился к сюрпризу. Но зря. Это всего лишь мой сосед зашел за солью. Спасибо, я верну завтра. Какой тоскливый день. Но есть кое-что приятное. Часы показывают, что сегодня мой день рождения. Пришло время праздновать. Ура, безудержное веселье. Да уж, праздновать день рождения в одиночестве – это тоска. Но я заслужил подарок. Хочу себе новые сережки. Посмотрим. Вот эти мне нравятся. Как раз для моего настроения. Туалетную бумагу нарезаем полосками. Полоску крафтовой бумаги смазываем клеем. И сворачиваем в трубочку. Приклеиваем на маленькую втулку туалетную бумагу. И сворачиваем рулончик. Вставляем булавку в рулон и закрепляем цепочку на втором конце. Делаем две такие сережки. А вот и мой подарочек. Спасибо. С днём рождения меня. Вот они, мои милые рулончики. Привет. Примерим. Ну, даже новые сережки не спасли моё одинокое положение. Как печально. Хорошо, что под рукой теперь всегда есть бумага, чтобы вытереть слёзы. Эти сережки отлично подходят всем одиночкам. Когда просыпаешься в свой день рождения, то ждёшь сюрприза каждую минуту. Сейчас всё начнётся. А я уже красотка. Где же вечеринка-сюрприз? За шторой? Нет. За углом. В другой комнате? На кухне. Рози напрасно ждёт. Из всех сюрпризов её ждёт вчерашний торт. Мой друг звонит поздравить меня с днём рождения. Шон, привет. Подожди, я сейчас возьму наушники. Ой, не могу их распутать. Брюс, твои зубы смотрят мне прямо в камеру. Запутанные наушники – это вчерашний день. Вот, держи мой подарок. И ни в чём себе не отказывай. С днём рождения, приятель. Спасибо, Шон. Я сразу же его использую. Картонную катушку от ниток нарезаем маленькими кусочками. Приклеиваем их на чехол для наушников с помощью двустороннего скотча. Обматываем катушки белым фоамираном. Имитируем рулоны туалетной бумаги. Также обматываем фоамираном сам чехол. Делаем разрез, чтобы крышка открывалась. Приклеиваем длинную полоску фоамирана по размеру всего рулона. И заворачиваем чехол, как рулончик туалетной бумаги. Брюс ещё не знает, что его ждёт. Он подумал, что получил туалетную бумагу. Но это кое-что получше. Наушники в необычном чехле. Наконец, я буду свободен от проводов. Понравились наши вечеринки на одного в честь дня рождения? Тогда пиши в комментариях, как ты будешь праздновать день рождения в одиночку. Сходишь в домашний парк аттракционов? Пригласишь на праздник свои руки? Или сделаешь общий чат со звёздами? И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые весёлые лайфхаки для дня рождения на канале Трум Трум.